В Москве 11 ноября состоялась лекция-семинар, организованная Ассоциацией общественных объединений и собрания, на которой обсуждались меры противодействия распространению так называемых экстремистских идей среди трудовых мигрантов. Основным докладчиком по теме выступил председатель автономной некоммерческой организации научно-просветительский центр Аль-Васатия «Умеренность» Ли Вячеслав Полосин. По мнению Полосина, с мигрантами должны работать муфтияты в Таджикистане и Узбекистане. Местные знатоки ислама, которые являются для них авторитетами, должны разъяснять всю пагубность так называемой экстремистской идеологии, считает деятель. В этом, по мнению Полосина, может помочь так называемая «васатия» – умеренность. Все выступавшие участники призывали к поддержке так называемого «умеренного ислама». Отметим, что сам термин «умеренный ислам» является продуктом Запада и никакого отношения к исламу не имеет. Само разделение ислама на «умеренный», «радикальный» и «политический» неприемлемо и противоречит принципам Корана. Известный турецкий политический аналитик Акиф Чаркчи в своей статье «Чему служит модель умеренного ислама, придуманная глобальными гегемонами» пишет, что такие понятия, как «исламский террор», «умеренный ислам», «радикальный ислам», придуманные американскими политиками и их союзниками, служат интересам позитивистов, секуляристов и элитистов. Мы говорили много о проблеме исламского терроризма. Кто может назвать сподвижников Мухаммада и у вас есть умеренный мусульманин?